Ведение лесного хозяйства и реализацию древесины обсудили сегодня во Дворце Независимости. К разговору пригласили вице-премьеров, министра лесного хозяйства и главу госконтроля. На рассмотрение вынесли проект указа, который призван обновить правила реализации древесины на внутреннем рынке. Ольга Макей продолжит. Эти ели на территории Дворца Независимости еще молодые, а вот средний возраст деревьев в нашей стране 56 лет. Да, специалисты еще и не такое считают. По показателю лесистости Беларусь входит в первую десятку европейских государств. Лесной фонд нашей страны это более 9,5 миллионов гектаров. Чтобы было проще понять масштабы, это 96 тысяч квадратных километров, как вся территория Португалии, Сербии или Австрии. И примерно как три Бельгии. Настоящее богатство и главное возобновляемый ресурс. Правда, пользуемся им мы не всегда эффективно, а ведь лес это и здоровье, и экономика. Мы многое сделали в последнее время для того, чтобы использовать этот ресурс, наш ресурс, возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, у России. У нас нет природного газа. Поэтому у нас земля, руки, людские и лес это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом. Что предлагают обновить указом? Это правила игры на внутреннем рынке. Как, кому и какие объемы продавать. Через биржу или нет. Но президент настойчив. Любые решения должны приносить только пользу. Если мы придем к общему мнению, и это будет выгодно и лучше для нашей экономики, для наших людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем, усовершенствуем. Но цель одна. Мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, к природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем, должно быть в плюс. В денежном выражении для бюджета, для людей, для страны. То есть, все должно быть не во вред и принести пользу. Почему вы предлагаете некоторое нововведение? Да, предлагаем подремонтировать его, немножко подстроить под существующие реалии жизни. Потому что правила действуют с 2007 года, утверждены указом президента правил реализации на внутреннем рынке. Речь идет только о внутреннем рынке. Да. Поэтому, соответственно, за это время произошли определенные изменения. Я хочу, Юрий, сказать, что вы по внешнему рынку ко мне даже не приходите. На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Мы знаем вашу... Чтобы не получилось так, что мы, знаете, пополам... Не бревно сегодня, я же запретил бревно продавать. Да, доску сделаем. Да, вы даже напополам разберите ее, а то и доску сделаете и продадите в Германию, или в Словакию, или еще куда-нибудь. А они из этой доски сделают мебель и привезут нам, продадут в нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Что до внешнего рынка, то здесь пример рачительного использования ресурса – это экспорт исключительно готовой продукции с древесины. Это небольшой французский городок Вильерю. Здесь целый квартал белорусских деревянных домов. Сделали их в Шклове. Такой опыт президент ставит в пример. Я же понимаю, не все можем переработать и продать с высочайшей добавленной стоимостью, готовые. Но последние случаи говорят о том, что многое можем, вплоть до того, что во Францию мы начали поставлять готовые дома. Собираем дома, и это, кстати, на зло будня, это ты занимался этим. И продавали во Францию готовые дома. Приехали, поставили, деньги нам заплатили, уехали. Вот это добавлено стоимость. Целый квартал построили? Построили. И построили. А надо дальше строить, чтобы это не было разовой какой-то акцией. Вот в чем вопрос. Поэтому на внешние рынки никаких, только будет усиление с моей стороны. Проект указа президент поручил доработать. Как уже после рассказал вице-премьер журналистам, сделать это постараются за следующую неделю, даже несмотря на большие выходные. Это ведь в интересах лесной отрасли. Кстати, и сам Александр Лукашенко недавно анонсировал, уикенд проведет с пользой. Во время завтрашнего субботника и сам отправится высаживать деревья. Ольга Макей, Ольга Онищенко и Олеся Высоцкая, агентство теленовостей.